всем привет сегодня 12 сентября вот и нахожусь на автовокзале в городе каменец подольском на этом месте я закончил свой путь в юле месяце и сейчас буду продолжать меньше чем за сутки добрался из города павлограда в город каменец подольский вот он я такой пока еще не уставший сегодня первый день и замечается краткая история уже прошло 957 километров из родного города павлограда в этот раз планирую пройти до верховины 220 и осталось где-то 3954 километра по последним подсчетам до сантьяго-де-компостела возле автовокзала такая вот местность ожидаю елену из харькова должна подъехать буквально у нас час разницы позавтракал и будем вдвоем выдвигаться сторону хотим еще не решили заходить в каменец подольскими заходить я в прошлый раз хорошо по нему погулял она тоже была в нем не единожды наверное так что дождусь и и будем решать как идти дальше итак во первых мы встретились с еленой с моим компаньоном с которой мы шли камина подолика во вторых вот прошли уже два чем-то километра и вышли из города и вышли такое впечатление что я опять туплю иду в сандалиях по влажному поверхности по влажной поверхности стропинка очень влажная но руслан любит на тупить maps.me как всегда предложила дорогу которой дороги можно сказать и нет вот какое-то разрушенное здание не имеющие наверное никакой исторической ценности и вон там по моему есть какая-то дорожка более цивильная вот вот мне вообще показала что нет вообще никакого прохода мусорка собаки может мы и выберемся как-то отсюда чтобы понятно было мы прошли через вот это вот здание вообще ни дороги ничего нету есть какая-то собачка но такая милая собачка и елена с ней нашла общий язык ну может мы когда-то и попадем обратно вот заброшенная дорога есть слева какой-то слева какой-то выйти из заброшенного этого завода нигде не получилось пришлось перелазить через забор я с больной ногой что-то чувствую не очень приятно где-то надо будет посидеть чуть отдохнуть но перелезли мы молодцы не взирая на наш возраст почтенный так стоило нам больше двух с половиной километров вот эти петля не все и вышли мы наконец-то на дорогу будем идти уже наверно по трассе и вот это река смотришь и каньон образованной этой рекой с этой стороны против солнца сейчас перейдем на ту сторону так на сегодня наверно эксперимента хватит пойдем по дороге с ним пойдем после дороги надо отдохнуть в эту сторону не так красиво смотрится но все равно впечатляет а люди даже прыгают с этого моста смелые люди население колебаевка прошли 10 километров снимаю мало потому что знакомимся по новой вспоминаем кто мы такие хотя четыре дня пошли вместе и уже не зазорно будет где-то посидеть в кафе ну да идем по трассе машины автобусы но что делать после завода первая достопримечательность на сегодня вселета лыбаевка вот такая церковь и что можно сказать отхожу и имеем вот такой забор через который никак не пройти не помолиться а идти еще много надо напутствие божественное но уже привык все время церкви закрыты прошли двенадцать с половиной километров 12 метров и вот в таком месте ласкало просим надо отдохнули первый привал я себе взял бокал пива и бокал кваса и вина себе взяла бокал пива вот она идет уже счастливая с размененными деньгами у них в каркове есть купюры по 20 тысяч у нас таких полограде нет ну и вот наконец мой любимый тост блэн каминов уже пиво через четыре километра может уже пять после селения первая такая вот достопримечательность часовенка придорожная тут какая-то развилка не пожалуйста можно даже зайти не такое впечатление сейчас посмотрим попробуем да красиво цивина заходишь можешь помолиться можешь поставить свежку можешь пожертвования какие-то бросить пошли еще семь километров семь с половиной вот остановились такой вот колыбе сейчас будем кушать местный богач и говорят здесь есть медведь там до медведь вот такое место хорошо прохладно а можно посидеть за столиками вот такими вот такие вот столики есть вообще шикарно и говорят где-то здесь обитает живой медведь и вот нет это елена а живой медведь вот он блин такой громадный большой и живая собака живую собаку немножко боюсь мы все идем кушать вот отдохнули еще минут 30 40 поел я этого бограча очень вкусно слева какая-то дорога какую-то руда или руда елена идет очень бодрая и я немножечко палец дает о себе знать тревожек но мы мужественные люди осталось меньше десяти километров ну и время уже 1524 ходим селение жванец здесь есть остатки какой-то крепости ну и в принципе это последнее селение перед хотином где у нас запланирована ночевка идем вдоль трассы продолжаем идти дорога хорошая но к сожалению ездят машины такая остановка жванец выложена мозаикой очень красиво наверно было когда на лайк и так и очень неплохо сохранилась и 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 вот они остатки жванецкого 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 я думаю замка вот это все что есть да вроде бы маленькая башенка но виды конечно отсюда открываются красивые там внизу еще река сейчас подымаюсь наверх высота небольшая того что сохранилась но 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 сейчас смотрим виды из одного окна там бойницы не знаю как еще назвать и решетка чтобы никто из суицидников ничего не планировал есть вот такой вот колодец ну и вот наверно самый красивый вид это на реку и 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 важных табличку первое что жванец пока машины нету что жванец этот закончился а вторая табличка что вас приветствует черновецкая область и вот она полноводная река гнестр хорошая река сейчас придем ее по мосту и там вдали вдали в 4 километрах показался замок и возле этого замка наше жилье которое называется экотуризм проходим селение атаки последнее селение на нашем пути перед хоты нам а ты нам и вот такая как всегда за забором вот показывай забор забором церковка местная езди в хотим вот такая вот есть где можно набрать свежей вкусной холодной воды и воспользовались на въезде в этот хотин хотын вот такая вот капличка и уже даже бары сделаны под крепость вот так вот заманивает людей правильный ход а нам осталось еще два километра время пол шестого километра за полтора за два увидели табличку хотим софт где-то она уже рядом машин уже стало меньше но все еще ездят наша комната чайник из комнате есть кровать двухспальную елены она как царь но у меня если честно еще коуча сейчас найду где свет включается вот у меня вообще как на палатях не знаю ну как в деревнях раньше на печке было или еще как сказать но очень красиво шикарно и